Здравствуйте! Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске. Нам просто показали, что нету справедливость, незакон, в общем, ничего не стоит на самом деле. Судьи каждый день после судебного заседания приходят к присяжным и говорят «слушайте прокурора». Аргументы обвинения оставляли ощущение недосказанности. Когда ты идешь в обычный суд, не нужно быть ясновидящим для того, чтобы примерно предположить, какой будет результат. А в суде присяжных – это совершенно другое дело. Убийство христианского мальчика с целью использования в ритуальных разных процедурах его крови присяжные вынесли оправдательный вердикт. Суды присяжных, возрожденные в России в 1993 году, перестали быть экзотикой. И теперь уже мало кто помнит, что именно в суде присяжных впервые в Новой России обвинительное заключение стало глашать не судья, а прокурор. В суде присяжных отказ прокурора от обвинения впервые стал приниматься как основание для оправдания подсудимого. В суде присяжных было покончено с доследованием, когда, если не хватает доказательств, дело возвращалось в руки тех, кто этих доказательств не собрал, чтобы они могли сохранить лицо и либо дополнить доказательную базу, либо дело прекратить. А потерпевшие получили возможность выступать в судебных прениях именно в суде присяжных. Впервые в Российской империи присяжные заседатели появились после судебной реформы Александра II в 1864 году. Ими могли быть только мужчины в возрасте от 25 до 70 лет. В основном из привилегированных сословий почетные мировые судьи, гражданские чиновники, а также лица, занимавшие выборные общественные должности. В последнем случае это могли быть крестьяне, например, сельский староста или волосной старшина. Для остальных назначали имущественный ценз. Не менее 110 земли во владении или не менее 500 рублей дохода в год. Составляли список потенциальных заседателей специальные комиссии, работавшие в каждом уезде. Присяжные рассматривали дела о преступлениях, за которые в законе положено наказание, соединенные с лишением или ограничением прав состояния, то есть политических или гражданских прав. В том числе преступления против государственных деятелей. В 1880-х годах количество подсудимых, оправданных присяжными за убийство или покушение на убийство чиновников, значительно выросло. Одно из самых скандальных дел того времени – покушение на петербургского градоначальника Федора Трепова. В феврале 1878 года народница, в будущем писательница и социал-демократка Вера Засулич, пришла на прием к Трепову и выстрелила в него из револьвера. Это был ответ Засулич на порку политического заключенного Боголюбова. Трепов приказал высечь его розгуми за то, что Боголюбов не снял перед ним шляпу. Засулич серьезно ранила градоначальника и грозила от 15 до 20 лет лишения свободы. Но суд присяжных оправдал народницу. После этого правительство существенно сократило список преступлений подсудных присяжным, а советская власть и вовсе упразднила его. Вновь суд присяжных появился в России лишь с принятием Конституции 1993 года. Суд присяжных сегодня. Что это? Помогает ли он избежать судебных ошибок? И можно ли доверять судьбу непрофессионалам? Спросим у Сергея Насонова и Анны Ставицкой. Анна Ставицкая. Адвокат. Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Липцер, Ставицкая и партнеры. В адвокатуре с 1997 года. Осуществляют уголовно-правовую защиту граждан в российских судах. Представляют интересы заявителей в Европейском суде по правам человека. Сергей Насонов. Адвокат. Кандидат юридических наук. Доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Автор и администратор сайта у судей присяжных julietrial.ru Для чего вообще нужен суд присяжных? Для чего его придумали? Главная причина состоит в том, чтобы обеспечить справедливость процесса. Закон не может охватить все стороны жизни. Бывают ситуации, когда законное решение несправедливое по своей сути. И в этом плане суд присяжных обеспечивает максимальную приближенность справедливости к реалиям нашей жизни. Это во-первых. Во-вторых, как бы мы ни пытались устроить состязательность процесса, как бы мы ни пытались воспитывать судей, обучать их, обучать стороны, вводить какие-то механизмы. Вот на самом деле состязательности в чистом виде не будет никогда. А, то есть, с вашей точки зрения, судьи профессиональные не могут претендовать на такую беспристрастность? Профессиональные судьи могут претендовать на такую беспристрастность, но, тем не менее, судья – это часть вот в этой многоуровневой пирамиде судебной. Над ним есть вышестоящие инстанции, над ней, в свою очередь, еще вышестоящие. Судьи каждый раз проходят квалификационную проверку и прочее, прочее, прочее. Механизмов давления на современного судью множество. Начиная от давления со стороны председателя суда, окончая разного рода квалификационными коллегиями и всем остальным. Люди, которые приходят в суд разово для того, чтобы выполнить свою функцию по осуществлению правосудия, они изначально не встроены в эту систему. На нем нет никаких вышестоящих инстанций, тех лиц, которые могут давать им какие-то указания. Вот поэтому они действительно могут судить справедливо. И, тем не менее, насколько я понимаю, присяжными тоже могут манипулировать. И если вдруг затевается какой-то более-менее резонансный судебный процесс с участием присяжных, он всегда сопровождается скандалами, связанными с коллегией, с попыткой давления на нее, или допросом присяжных иногда, или внедрением засланных казачков в коллегии присяжных. То есть ими можно манипулировать? Они, получается, не застрахованы от таких вещей? Ну, дело в том, что, как у нас говорят, что у России всегда свой какой-то самобытный путь. И, к сожалению, суд присяжных – это не исключение. Почему-то у нас правосудие исключительно с обвинительным уклоном. И судья, в принципе, вместо того, чтобы расслабиться в суде присяжных и, наконец-то, почувствовать, что такое настоящий суд, то есть когда стороны состязаются друг с другом, когда судья выполняет роль наблюдателя за процессом, следит за сторонами и не вмешивается в сам ход процесса… Как судья в спортивном состязании, грубо говоря. Да, а решает исключительно все присяжные заседатели, слушая стороны и приходя к выводу, что та сторона, которая была более убедительна, та и права, вот вместо того, чтобы расслабиться и, наконец-то, почувствовать себя настоящим юристом-судьей, судьи почему-то распространяют свои руки, в том числе и в присяжные. И я уже неоднократно слышала от присяжных, как, например, судьи каждый день после судебного заседания приходят к присяжным в совещательную комнату, что делать они не могут, и говорят, вы знаете, дорогие присяжные, конечно, адвокаты, они здесь очень убедительны и зажигательны, но им же подсудимые деньги платят, а на самом деле вы слушаете прокурора, потому что у прокуроров, у них очень много доказательств, но просто они вам это не могут представить. На самом деле доказательств виновности очень много, и здесь уже, во-первых, зависит от присяжных. Очень многих присяжных отталкивает вот такой ход судьи, но бывает и так, что... А они жалуются на это? Да. Например, в моем одном процессе мне присяжные рассказывали уже после судебного разбирательства, что к ним приходил судьи, и каждое судебное заседание склоняло их в пользу прокурора. Им это не нравилось, поэтому присяжные встали на нашу сторону. Но не всегда так все хорошо заканчивается для подсудимого. Достаточно часто судьи не просто оказывают таким образом давление, но и еще делается все для того, чтобы внедрять в коллегии присяжных, во-первых, нужных лиц, это очень большой бич, это первое. И второе, когда просто на присяжных оказывают давление, когда к ним приходят накануне вердикта, и говорят им, что вы в том случае, если не вынесете обвинительный вердикт, у вас будут большие проблемы. Да, но это все же незаконно. Присяжные могут кому-то пожаловаться на то, что это происходит? Конечно, они это и делают, но дело в том, что если бы, например, вышестоящий суд апелляционной инстанции отменял приговоры при наличии подобных фактов, тогда бы это все прекратилось. Но это просто не происходит, и поэтому продолжают такие действия совершать. Да, но насколько я понимаю, присяжный, когда он начинает участвовать в процессе, он становится сам судьей. Соответственно, попытка давления на него – это попытка давления на федерального судью, который сейчас неприкосновенен в этот момент. Почему не возбуждают уголовные дела против тех, кто такое давление оказывает? Смотрите, если этот обвинительный вердикт был вынесен в связи с давлением, то, соответственно, обвинение и суд добились того, что необходимо. То есть обвинили человека и вынесли обвинительный приговор. Обвинительный приговор, основанный на обвинительном вердикте присяжных, мне вот не даст соврать, Сергей, отменяется крайне редко, вне зависимости от того, что огромное количество нарушений. И задача суда – этот обвинительный приговор сохранить. И поэтому, вне зависимости от того, что есть такие данные от присяжных, и присяжные довольно часто даже пишут объяснения в Верховный суд о том, что на них оказывали давление, проводятся формальные проверки со стороны правоохранительных органов. Правоохранительные органы приходят к выводу, что никакого давления на самом деле не было, хотя оно было. Зачем человеку врать? И все. Верховный суд говорит, что это не подтвердилось, и, соответственно, вердикте оставляется. То есть присяжные в итоге все равно дожидаются окончания процесса? Вот прямо здесь и сейчас они не идут жаловаться куда-нибудь в ФСБ? Куда, кстати, им жаловаться, если на них так? Тут тонкость есть одна, потому что судья – это спецсубъект председательствующий. Поэтому для того, чтобы даже в отношении него возбудить уголовное дело, я сейчас еще не говорю о привлечении в качестве обвиняемого, просто возбудить уголовное дело, требуется согласие квалификационной коллегии судьи. Поскольку у нас до недавнего времени суд присяжных был только на уровне Верховных судов Республик Кровевых областных, то это соответствующая квалификационная коллегия этого уровня. Вот по этой причине это крайне сложно в отношении судей возбудить уголовное дело. Это вот первая причина, по которой, как мне кажется, такие случаи неизвестны, скажем так, в судебной практике. А вторая причина состоит в том, что все-таки судьи тоже используют тонкий механизм. Редко используется прямое, вот такое грубое, откровенное давление. Вот в известных случаях, которые были опубликованы в «Новой газете», вот я особо обратил внимание, судья даже мантию снимала в этот момент. То есть вроде бы как она снимала мантию и встречала присяжных в пустом зале, вроде бы как она уже в этот момент и не была судьей, а просто давала такие житейские советы сугубо, как вот человек извне. Конечно, это незаконные действия, и я думаю, что даже наличие хотя бы одного такого прецедента, одного возбужденного дела, одного дела, которое доведено до приговора, серьезно повлияет на всю эту ситуацию. В современной России суд присяжных появился в 1993 году, но начиная с 2008 года, дел, которые могли бы рассматривать присяжные, становилось все меньше. С начала изведения присяжных вывели дела о терактах, захвате власти, массовых беспорядках, диверсиях и шпионаже. В 2012-м присяжным запретили рассматривать дела о взяточничестве, организации преступного сообщества, производстве и сбытии наркотиков в крупном размере, похищениях, захвате заложников, бандитизме, изнасилованиях и сексуальных преступлениях против детей, если вменяемые статьи не предусматривают наказание свыше 20 лет. Ограничивая компетенцию присяжных, законодатели ссылались на то, что в таких серьезных преступлениях могут разобраться только профессионалы. Действительно ли так сложно быть присяжным? Это такой, ну, немножко психиатрин, у меня это прям серьезно поломало. По данным фонда «Общественное мнение», больше 70% россиян отказываются быть присяжными. Те же, кто выполнил свой гражданский долг, по-разному отзываются о полученном опыте. Ольга Боброва была присяжной с января по апрель 2017 года. Подсудимых обвиняли в похищении человека и квартирном мошенничестве. Семеро из 12 присяжных вынесли обвинительный приговор. Боброва его не поддержала. Я не уверена, что именно все из тех людей, которых мы осудили, во-первых, имели отношение действительно к тем преступлениям, которых их обвиняли, и, во-вторых, что вот именно таким образом эти преступления следовало квалифицировать. Можно было оценить только доказанность-недоказанность, более ничего. То есть то, зачем присяжные приглашены в качестве судей, а именно там имел ли место факт преступления, и этого сделать было невозможно. По большому счету, решение, которое мы принимали, оно многими было принято эмоционально. Илья Альин был запасным присяжным в апреле-мая 2019 года по другому делу – убийство человека. И хотя коллегия вынесла единодушное решение, за оправдательный приговор проголосовали все шесть присяжных, Илья также отмечает, что решить судьбу подсудимого на основе данных, доступных присяжным, было сложно. Дело было очень неоднозначное. До момента, когда защита начала излагать свои аргументы, аргументы обвинения оставляли ощущение недосказанности. Теоретически, мог бы быть он, но решающим моментом явилась видеозапись, где было очевидно, что человек, подходящий под описание, которое давали свидетели, явно выше роста, другого телосложения. Во время процесса присяжным запрещено читать прессу или смотреть новостные сюжеты о деле, в котором они участвуют. Но некоторые это правило нарушают. Один у нас был чувак в коллегии, который очень активно следил за тем, как этот процесс освещается в СМИ. И как только что-то появлялось, он нам непременно говорил, что вот эта публикация вышла. И понятно, что все эти публикации, они имели такой очень резко обвинительный характер. Было много моментов, которые потом нам рассказала дама, которая все-таки поинтересовалась делом в интернете, которых мы не знали. Вроде приличный человек, да, а как он жил там два года назад? Ну, вроде как бы совсем не так, как сейчас. Законодатель, когда придумал эту норму, он был движим абсолютно разумными побуждениями. Потому что любая из сторон, в нашем случае это была прокуратура, но в каком-то другом случае, возможно, это будет сторона защиты, может посредством СМИ попытаться прокачать ту или иную точку зрения. Ольга считает, что на мнение присяжных могли повлиять не только журналисты, но и судья. В нашем случае судья неоднократно проводила с нами беседы. И эти беседы имели такой, ну, во-первых, они имели обвинительный характер. И, во-вторых, многие из присяжных понимали, что судья на нас давит. После этого у меня многие адвокаты такие, которые с присяжными работают, с Тавицкой, все. Они мне говорят, а что вы молчали-то? Я для себя ответ подобрала такой, что кому жаловаться, да? Я понимаю, что если бы там кто-то, прокурор, допустим, то формально мы имели бы возможность сказать судье. Но тут приходит сама судья. В качестве субъекта давления, да, судью закон не рассматривать. У Ильи противоположный опыт. Судья разговаривала с нами исключительно в зале. В комнату к присяжным не заходила. И вообще протокол соблюдался целиком и полностью. В отличие от Ильи, который остался доволен тем, как прошел процесс, где он был присяжным, Ольга разочарована. Нам просто показали, что нет, и справедливость, и незакон, в общем, ничего не стоит на самом деле. Сначала очень долго шли к тому, чтобы как можно больше дела рассматривалось с участием присяжных. Потом все это схлопнулось в какой-то момент потихоньку. Сначала в 2008 году одну часть дел вывели под компетенцией присяжных, в 2012-м еще одну часть вывели. И оказалось, что им вроде как и нечего рассматривать. И тут вдруг президент проснулся, и с 1 июня 2018 года присяжные появились даже в районных судах. То есть они теперь могут рассматривать гораздо больше дел, чем раньше. Но при этом число этих присяжных сократилось. Если раньше коллегия присяжных всегда состоялась из 12 человек основных, и сколько-то там было запасных присяжных, то теперь их в зависимости от уровня суда может быть 6 или 8. 6 это районные суды, а 8 это, соответственно, краевые, областные, верховные суда республик. Это хорошо или плохо, что их теперь стало больше где, но численно меньше? Я свою точку зрения выскажу. Я полагаю, что это само по себе сокращение, его не следует рассматривать автономно. Вот если бы просто при той ситуации, которая у нас была на момент начала этой реформы, произошло сокращение количества, я бы первый сказал, что это было плохо. Потому что 12 лучше, чем 8. Это очевидно. В суде присяжных главная идея количества – это наличие споров. Потому что чем больше будет дискуссий, чем больше человек, тем больше споров, тем больше какого-то сомнения, тем больше вот этой критики, этой проверки. Естественно, чем сокращаем в большей степени мы коллегию, тем мы уменьшаем, скажем так, эту возможность этих дискуссий. Но это сокращение произошло вкупе, в сочетании с расширением суда присяжных на уровень районных судов. Я считаю, что это та цена, которая вполне стоит того, чтобы на это пойти. Потому что районные суды, вот на мой взгляд, я, конечно, может быть оптимист, но они из суда присяжных сделают не какой-то, скажем так, вариант такого заповедника, который 300 дел в год рассматривал, и даже меньше, даже 250 были года. Я думаю, что это какой-то прирост даст, потому что как раз в количестве дел, которые рассмотрены этим судом, и кроется его жизнь в будущем. А появилась уже какая-то статистика, вот за без малого год, что существуют в новом виде присяжные, сколько они оправдательных вынесли вердиктов, сколько обвинителей, насколько они проявили предсказуемость себя? В декабре председатель Верховного суда озвучивал эти цифры. Правда, сразу надо оговориться, что реформа, любая реформа такого уровня, она имеет определенный порог торможения. Она не сразу начинает развертываться, и какое-то первоначальное замедление – это феномен любой реформы. Поэтому с июня месяца года-то еще не было. Мы еще года только приближаемся, наверное, в июне этого года только подведем какие-то итоги за год. И тем более нужно учитывать, что начали приниматься ходатайства только с июня, они не принимались до этого. А ведь с момента подачи ходатайств до рассмотрения дела в суде тоже довольно большой интервал времени проходит. Так вот, было рассмотрено порядка, ну, я с округлениями, конечно, статус небольшим дел, с участием присяжных. По всей России. По всей России, да. И процент оправданий 30, в среднем, опять-таки, тоже исключает цифры. В Москве процент оправданий 50. Вот что и вызвало выступление известного председателя Московского городского суда, и дальше Бастрыкина, с критикой расследований, проводимых по этим делам. Вот что интересно, дошло даже до того, что, ну, я не знаю, связано опять-таки это с этой ситуацией или нет, в некоторых регионах России были изданы такие распоряжения в следственных управлениях, что если вынесен оправдательный приговор, то тот следователь, который это дело расследовал, должен писать реферат по теме процессуальных нарушений, которые были допущены, издавать некое подобие экзамена. Вот таким образом, чтобы как-то вот устранить в дальнейшем подобные изъяны. Ну, то есть, теоретически, вслед за появлением присяжных в районных судах должно подтянуться и следствие вот этого уровня, этого звена? Конечно, конечно. А не произойдет так, что наоборот, вместо того, что подтянется следствие, начнут вот эти манипулятивные практики насаждать, в том числе и в районных судах, где рассматриваются дела с участием присяжных? Вполне себе возможно, и, скорее всего, такая практика, она будет. Но дело в том, что когда присяжные были только в судах окружных, краевых и верховных судах республик, то есть их было недостаточно много, было легче намного заниматься этими манипуляциями, потому что мало было дел. А когда в районных судах все-таки больший поток дел, то сложнее будет и следить за присяжными, и такие серьезные ресурсы применять практически в каждом процессе, чтобы подсылать каких-то своих присяжных, или там следить за ними, держать их на постоянном контроле. То есть это будет намного сложнее именно из-за массовости суда присяжных. Поэтому все-таки у адвокатов большая надежда, что, во-первых, потянется следствие. Следователи уже не будут думать, что все, что бы они в суд не принесли, обязательно ваша честь перепишет из обвинительного заключения и вынесет обвинительный переговор, вне зависимости от того, что там представили адвокаты. Я вот пример приведу тоже из своей практики. Буквально месяц назад по одному делу, в котором я принимаю участие как защитник, было подано обвиняемым в ходатайстве рассмотрения дела в суде присяжных. Как только оно было подано, прокурор вернул это дело на дополнительное следствие. И при этом дав указание провести все экспертизы, которых мы просили, но в которых нам следствие отказало. Прекрасно понимая, что вот эти пробелы, которые образовались, разумеется, будут использованы в суде. И присяжные в этой ситуации все сомнения будут остолковывать в пользу подсудимых с большей вероятностью, чем это сделает профессиональный судья. Поэтому в конкретных делах уже сейчас начинает проявляться даже само ходатайство рассмотрения дела уже создает определенный эффект. То есть презумпция невиновности работает в суде присяжных? На мой взгляд, оснований для того, чтобы она работала в суде присяжных, гораздо больше, чем этих оснований в обычном профессиональном суде. На самом деле, если без оснований, вы же наверняка общались с присяжными после процессов, они делились с вами своими впечатлениями. Они правда в это верят, что все сомнения должны трактоваться в пользу подсудимого? Это срабатывает у них? Во-первых, это да, срабатывает. А во-вторых, присяжные, может быть, и не рассуждают именно так, про все сомнения трактуются в пользу подсудимого. Но то, что происходит в процессе и совокупность того, что происходит в процессе, и кто лучше с точки зрения присяжных представляет свою позицию, тем они и верят. Вкупе с тем, что сомнения трактуются в пользу подсудимого. Если, например, с их точки зрения прокуроры будут более убедительны, но где-то там будут какие-то сомнения, то присяжные встанут на сторону прокуроров. То есть просто надеяться на признанную ценевиновность это недостаточно для того, чтобы доказать присяжным свою позицию. Но это мое мнение. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Это записано в 49-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди. Я своими глазами не видел, чтобы человека посадили на скамью подсудимых, лишили защиты, и все, он виновен. Там бумаги подписали, до свидания. А он там, подождите, я не виноват. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным. Пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном законном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Ну, это презумпция невиновности, да, так называемая? Ну, смотрите, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Естественно, он не обязан. В жизни все наоборот. Ты стоишь и ты доказываешь, что ты не виноват. Ну, и просто так могут посадить. Если, конечно, нужно дело закрыть сразу, то вполне возможно невиновного быстрее можно посадить, чем виновного. Я не могу назвать ни одного громкого дела, где была бы нарушена презумпция невиновности. Видел человека, который вышел через 10 лет. Вот через 10 лет просто нашли преступника. В сознании окружающих нет такого, что пока вот судом тебя не наказали, ты не виновен. Все-таки есть такой момент, что кажется, что виновен. Не дай бог оказаться вот на каких-то вопросах в суде, потому что ты абсолютно не защищен. Российский суд присяжных, он же отличается от американского. И в первую очередь тем, что решение по вердикту о виновности или невиновности человека не должно выноситься единогласно. То есть в американском суде все 12 присяжных должны проголосовать за то, что человек виновен или за то, что человек невиновен. И пока они все не придут к единому мнению, ничего не произойдет, вердикта не будет. В российском варианте, насколько я понимаю, вопросы ставились на голосование и решались простым большинством. Вот сейчас, когда сократили коллегию, это так же и работает? Я тут два момента хотел бы отметить. Во-первых, единогласия сейчас даже в Соединенных Штатах Америки практически нигде уже не осталось. Только по отдельным категориям дел и только по особо, скажем так, тяжким преступлениям, которые караются либо смертной казнью, либо какими-то особо жесткими наказаниями. Во-вторых, даже при системе вот этого единогласия, она предполагает еще одно решение. Присяжным дается некий интервал времени. Если они не приходят к этому единодушию, они сообщают суде о том, что они не смогли вынести вердикт. И просто коллеги в этой ситуации распускаются, начинает рассматриваться дело заново. То есть вот само по себе единодушие не означает, что если они не смогли вынести единодушный вердикт, то значит подсудим оправдан или что-то еще. У нас, да, система осталась прежней, какая была. Большинство голосов, квалифицированного большинства не ввели. Хотя такие предложения звучали, в том числе и от адвокатуры, чтобы раз уж сократили, давайте сделайте две трети. Зачем 50%? Но пока мы с этим процентом, по половине, 50 на 50, и рассматривают такие дела. Причем если голоса совпадают, трое за, трое против, или четверо за, четверо против, вердикт считается оправдательным. Вот то дело, в котором мне довелось принять в районном суде участие с присяжными, как раз закончилось с таким разделением голосов. Три за, три против, вердикт считается оправдательным. А вообще интересно адвокатам работать в суде присяжных? Конечно. Потому что, когда ты идешь в обычный суд, то не нужно быть ясновидящим для того, чтобы примерно предположить, какой будет результат. Практически 90% будет обвинительный приговор, и там уже адвокаты борются за переквалификацию, за уменьшение срока. А в суде присяжных это совершенно другое дело. Ты можешь добиться оправдания, и это самое лучшее, что может быть у адвоката. А можно добиться оправдания в суде присяжных, даже если все доказательства свидетельствуют о виновности человека? И, в принципе, и прокуроры были достаточно убедительными. Я имею в виду сейчас то, что называется парадоксальным вердиктом, о котором можно узнать из истории правосудия, делая Веры Засулич, например, которые присяжные, несмотря на то, что ее вина была абсолютно доказана, оправдали. Это не парадоксальные вердикты, их называют вердиктами нулифицирующими, они нулифицируют закон. Вот это как раз те самые случаи, когда присяжные вносят решение на основании справедливости. С точки зрения справедливости они полагают, что при доказанности событий и причастности они могут оправдать. Да, это тот самый случай, когда присяжные заседатели при полной доказанности событий и причастности выносят оправдательный вердикт. По статистике примерно около двух случаев каждый год. Вот даже среди тех 300 дел, которые рассматриваются в России, это вот такие нулифицирующие вердикты. То есть человек совершил такое-то деяние преступное, да, это доказано, да, виновен, нет, не виновен. С точки зрения человеческой справедливости не виновен. Закон не может предусмотреть всех случаев освобождения от ответственности. Он работает такими шаблонными схемами. Но эти шаблонные схемы неприменимы. Вот, например, дело Веры Краскиной, Ивановский областной суд. Одно из известных дел, где был нулифицирующий вердикт. Она нанесла своему сожителю 2-3 или 3 десятка там ножевых ранений, от которых он скончался. Он был в это время в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вот это что? Это не необходимая оборона, это не крайняя необходимость. Здесь нет ни одного правового основания для того, чтобы ее освободить от ответственности. Но присяжные учли, что он над ней издевался, глумился, пообещал, что когда он потрезвеет, он ее убьет. И вот суммируя все эти факты, они посчитали, что с точки зрения человеческой справедливости, ведь они же должны выносить решение, о чем у нас говорит закон. Они должны выносить решение, основываясь на принятых в обществе представлениях о справедливости, на основании своей совести. И они посчитали, что вот эти начала дают основание им признать ее невиновной. И этот приговор... Устоял, устоял. Да, это не противоречивый вердикт. В этой ситуации суд выносит приговор за отсутствие состава преступления. А что такое противоречивый вердикт в таком случае? Это когда ответы присяжных противоречат друг другу. Ну, например, вот первый вопрос о событии, они отвечают, нет, не доказано. На второй вдруг ответ, да, доказано. Или, например, в одном вопросе есть обстоятельства, они отвечают так, что возникают противоречия. Здесь очень многое зависит от того, как построен вопросный лист. Вот это одна из самых болевых точек нашего российского производства в суде присяжных. Это правда. Я вообще удивлялась, когда в качестве судебного репортера приходила наблюдать за какими-то процессами, как присяжным удается продраться через этот опросный лист. Потому что там иногда вопрос, во-первых, это... Тилометровый. Там три-четыре абзаца, а то и больше. И пока ты дойдешь до конца вопроса, ты уже забыл, что в начале, и непонятно, как отвечать на него. Можно как-то вынудить судей, председательствующих, чтобы они делали вопросы проще? Дело в том, что есть такая стадия в процессе с участием присяжным, как обсуждение вопросного листа. Суд выдает свои вопросы, и стороны эти вопросы обсуждают, и выносят свои предложения. То есть адвокаты могут представить свои формулировки вопросов, и обвинение может также представить свои формулировки вопросов. Но, к сожалению, крайне редко суды соглашаются с теми формулировками, которые предлагает, например, сторона защиты. Возможно, это делается именно как раз для того, чтобы запутать присяжных. Потому что очень многие присяжные мне говорили, что да, они не всегда понимали, в чем суть этого вопроса, но они при этом понимали, что если они хотят оправдать человека, то лучше везде писать просто «нет, не доказано». Например, им судья объясняет, что если вы полагаете, что какие-то из этих пунктов не были доказаны, то вы можете это вычеркнуть из вопроса. Но вот в этом, конечно, уже очень большие сложности. То есть присяжные потом уже говорят, что нас запутали, и мы, в принципе, понимали, что человек, например, в какой-то части виноват, а в какой-то части не виноват. Но мы просто не понимали, как это сформулировать так и что нужно сделать для того, чтобы его в этой недоказанной части не признали виновным. А у присяжных есть возможность, если они чего-то не понимают, во время вынесения вердикта задать вопрос и попросить, чтобы председатель, в общем, объяснил, а что вы вообще имеете в виду? Конечно. И кроме того, есть еще такой этап на подственное слово, когда судья должен разъяснить очень тщательно этот вопросный лист. Проблема в том, что эти вопросные листы сами по себе громоздкие, и они читаемые. А это вызвано, вот на мой взгляд, почему судьям так легко отклонить любые доводы защиты об упрощении этого вопросного листа. Они говорят так, вопросный лист должен отражать содержание обвинения. Содержание обвинения у нас изложено в обвинительном заключении. Оно изначально изложено так, что оно нечитабельно. Там масса мелких, абсолютно ничтожных обстоятельств, которые в своей совокупности настолько оттеняют, запутывают, вуалируют смысл всего этого обвинения, что продраться логически через это очень сложно. Судьи всегда говорят так, мы не можем это сделать, мы не можем упростить, потому что вот у нас есть обвинительное заключение. Прокурор не отказался от обвинения, не изменил его. Поэтому мы вынуждены формулировать вопросный лист сообразно этому обвинению. Мне кажется, что вообще в суде присяжных нужно какую-то отдельную вводить норму в закон, чтобы само обвинение изначально формулировалось по-другому. Потому что в том виде, в котором оно формулируется сейчас, оно очень громоздкое и крайне сложно его преобразовать в вопросный лист. Да, присяжные могут просить судью. И, кстати, судьи очень часто, вот эта вторая болевая точка нашего процесса, возвращают присяжных в совещательную комнату для устранения недостатков. Вот любой практикующий адвокат, он расскажет, как странно выглядит эта картина. Потому что судья, он не может сказать четко присяжным, в чем противоречие. Потому что тогда он провозгласит фактический вердикт и раскроет тайну совещательной комнаты. Раньше времени. Поэтому он вынужден говорить таким, знаете, изоповым языком. Вот у вас здесь есть неточность в третьем абзаце вопроса номер 2. Она противоречит строке номер 5. Там в третьем абзаце вопроса номер 3. Игра в шарады такая. Они удаляются в совещательную комнату. Опять ничего не поняли. Опять не поняли, опять возвращаются. Опять не нравится судей. Он говорит, нет, у вас еще противоречия осталось. Там уже теперь между абзацем номер 3 в вопросе номер 2 и абзацем номер 4 в вопросе номер 5. Они опять уходят. И вот так вот много раз, пока вот наконец не произойдет та ситуация, о которой она говорила, когда отдельные ответы зачеркнуты, другие не зачеркнуты. И потом все гадают, какой же вердикт вынесли присяжные. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Главную роль в отборе присяжных играет фортуна. Компьютерная программа рандомно отбирает людей из списка российских избирателей, которые могут стать присяжными заседателями. При отборе компьютер ставит следующие фильтры. Гражданин должен быть старше 25 лет, не может иметь непогашенной либо неснятой судимости, должен быть дееспособным и не состоять на учете в наркологическом либо психоневрологическом диспансере. Представители некоторых профессий в отборе не участвуют. Священники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных и судебных органов, а также госслужащие, согласно закону, не могут быть присяжными. После того, как компьютерная программа выбрала кандидатов, власти региона утверждают списки и рассылают официальные письма счастливчикам. Если письмо вас не обрадовало, нужно написать заявление о самоотводе в администрацию района, в котором вы прописаны. В заявлении укажите причину, по которой вы не можете исполнить свой гражданский долг. Например, по состоянию здоровья, по религиозным убеждениям или потому, что вы укаживаете за ребенком младше трех лет. Причиной отказа может стать и позиция вашего работодателя, если вас некем заменить. Например, вы учитель или врач. Юристы говорят, что повестку можно и вовсе игнорировать. Ответственности в законе за это нет. Если вы все-таки хотите быть присяжным, вам предстоит еще один этап отбора. Его проводит судья, который будет председательствовать в процессе, подсудимый и его защита, а также гособвинитель. Каждая из сторон процесса вправе без объяснения причин отклонить кандидатуру одного присяжного. Отводы остальных заседателей нужно мотивировать. Например, тем, что потенциальный присяжный лично знаком с обвиняемым. Когда коллегия сформирована, ее члены избирают старшину и приносят присягу. С этого момента за неявку в суд без уважительной причины присяжному грозит процессуальная ответственность. Денежное взыскание в размере 2500 рублей. Пока вы, как присяжный, участвуете в судебном разбирательстве, работодатель обязан сохранять за вами должность. Слушания, как правило, занимают не более 10 рабочих дней в году. Но если рассмотрение уголовного дела затягивается на год и даже полтора, работодатель обязан ждать вас до окончания судебного процесса. За труд присяжного из местного бюджета вам будут выдавать среднюю зарплату по основному месту работы. Безработные получают 50% от должностного оклада судей председательствующего в процессе. Также возмещаются транспортные расходы. Скажите, а есть какие-то дела, которые, ну вот по-хорошему, обязательно должны рассматриваться с участием присяжных? Практически любое обвинение можно было унести присяжным. К примеру, мне кажется, было бы намного меньше вот этих нелепых обвинений по экономическим статьям, если бы они подпадали под суд присяжных. Не говоря уже о государственной измене, что у нас сейчас Лефортова забита псевдошпионами, и думаю, что любое это дело могло быть рассмотрено судом с участием присяжных, и совершенно не факт, что приговоры были бы обвинительными. На мой взгляд, нужно вернуть суду присяжных дела в отношении несовершеннолетних. Почему-то наше государство, оно побеспокоилось о них, в кавычках, изъяло эти дела из видений суда присяжных, причем, знаете, под таким, я бы сказал, ложным гуманистическим предлогом. Несовершеннолетним, мол, непонятно, сложная процедура. Вот у меня всегда возникает опрос, а самих несовершеннолетних вообще опросили, они за какой суд? За тот суд, в котором у них есть шанс на оправдание, или за понятный, простой, обычный суд, но в котором, тем не менее, этого шанса не так много? Безусловно, мне кажется, нужно гораздо расширить по сравнению с действующим уровнем подсудности категории разных дел о вреде здоровью, в связи с превышением пределов необходимой обороны и причинении по неосторожности других видов вреда. То есть не только вот 111, 104, 105, 1, которые сейчас есть. А есть такие дела, с вашей точки зрения, которые не нужно рассматривать присяжным? Потому что они будут исходить из общепринятых представлений о морали, нравственности, о чем-то, о справедливости, вот то, о чем говорил Сергей. Вряд ли мы можем выделить какую-то категорию преступлений, которые изначально никак не могут быть переданы присяжным заседателям. Ну просто человек, который поедал младенцев, грубо говоря, он же уже будет кошмарным убийцей, кровопийцей в лице любой коллегии присяжных. Думаю, что если человек совершил такое преступление, понимает, что он это сделал, то вряд ли он согласится на то, чтобы это дело рассматривал судом присяжных, если только ему не захочется в очередной раз развлечься, как вот был какой-то жуткий маньяк Пичушкин, который выбрал суд присяжных. Он понимал, видимо, что его обвинят, но просто ему хотелось, видимо, развлечься. Но он получал удовольствие от того, что воспроизводил это и шокировал людей своими рассказами. Например, есть обвинения в педофилии. Кто спорит, что это жуткое обвинение? Но при этом мы с вами прекрасно знаем, что в последнее время участились случаи, когда людей обвиняют в этом ужасном преступлении по каким-то другим причинам, а вовсе не потому, что он это преступление совершил. Да, но, насколько я понимаю, педофилов в России нельзя судить с присяжными? Конечно, нельзя. И в том случае, с одной стороны, на ваш вопрос отвечая, получается, что это какое-то ужасное преступление, где, в принципе, любой нормальный человек, это сразу отторжение от такого человека, который обвиняется в совершении этого преступления. Но при этом, в том случае, если этот человек действительно не виноват, у него есть большой шанс это доказать. Мы же знаем из истории, вот вы говорили про младенцев, дело Бейлиса, к примеру, тоже убийство христианского мальчика с целью использования в ритуальных разных процедурах его крови. Присяжные, даже несмотря на это ужаснейшее преступление, наверное, самое ужасное, вынесли оправдательный вердикт. Другой пример тоже из царской России, дело мултанских вытеков, убийство крестьянина, которого обезглавили, тоже удмурта якобы с ритуальной целью, тоже оправдательный вердикт. Само присяжные, вот как раз в этом ценности этого суда, они могут разводить обвинения и доказательства, которые его подтверждают. Если они понимают, что эти доказательства, которые представил обвинитель, не подтверждают, это даже кошмарное, ужасное обвинение, они сразу не будут никого признавать виновным. Они будут это, собственно, анализировать, оценивать и могут вынести оправдательный вердикт. Скажите, вот на нынешнем этапе, когда ввели присяжных в районные суды, сократили коллегию, вот эта реформа суда присяжных и закончена в России, или еще что-то планируют предпринять власти? Я считаю, что реформа, она только начинается, вот и дай бог, чтобы вообще вышли на вот те изначально цифры, о которых говорили. Три тысячи дел в год, пять тысяч дел в год, даже назывались большие цифры, но смысла даже не в количестве здесь, а в качестве этих рассмотрений. В России были регионы, где за многие десятилетия вообще не было ни одного дела с участием присяжных, вообще ни одного. Недавно, например, было рассмотрено первое дело на Сахалине, в маленьком городке Невельске. Оправдательный вердикт. В конечном итоге это окажет воздействие на все. Я думаю, что на каком-то этапе, если эта реформа благополучная будет осуществляться, можно будет поставить вопрос о расширении подсудности. А где же столько присяжных-то набраться? Вообще люди не слишком охотно в присяжные идут, насколько я понимаю. Ну, во всяком случае, раньше, когда отбирали коллегию из 12 человек, на сам отбор иногда просто и не являлись люди. Вы знаете, количество тех присяжных, которые сейчас кандидатов внесены в списки, вполне хватит для того, чтобы рассмотреть вообще любое количество дел с их участием. Около трех или четырех миллионов человек по всей России. Ну, вот что касается явки, это острейшая проблема для России, но какого-то фатального срыва всех дел не произошло. Возможно, со второго, с третьего раза, в отдельных ситуациях с четвертого раза. Но коллегии были сформированы. Коллегии остались до конца рассмотрения дела. Знаете, я был потрясен, когда в одном из районных судов Москвы, вот в том, в котором я принимал участие, из 70 вызванных кандидатов явились 60. 60 человек. Их некуда было сажать в зале. Пришлось из коридора выносить скамьи, расставлять их, заполоняя весь зал, для того, чтобы сили кандидаты. Да, много самоотводов. Но судьи как раз и вызывают максимальное количество людей. Ни один судья не будет насильно никого оставлять в коллегии. Потому что всем понятно, если насильно оставишь, он не придет, придется его заменять. Но тут проблема в другом. Когда, например, я вижу, что отбор назначается на 29 декабря коллегии или на день перед майскими праздниками, у меня возникает вопрос, вот о чем думают люди, которые это делают. Понимают ли они, что вообще никто не придет? Даже когда мы определяем день заседания, нужно понимать, что это за день. Если это пятница, то шансов немного, что присяжные будут в этот день, когда уже там все думают, не знаю, о выходных, дачах и прочим, являться для отбора. В Царской России, например, был такой даже нормативный запрет, было запрещено формировать коллегию перед праздниками, в период посевных работ. Прекрасно понимали, что люди не будут являться. Да, и в Царской России штрафовали в случае, если люди не являлись на отбор. Может быть, стоит и сейчас штрафовать? Я считаю, что это депопуляризирует суд присяжных. Мы сейчас стремимся максимально привлекать население в эти суды. Если сейчас ввести метод понуждения, во-первых, с точки зрения правовой, это будет весьма сомнительно, потому что все-таки сейчас участие в суде присяжных – это право. Это будет а-нонсенс. За отказ от реализации конституционного права участия в осуществлении правосудия будет установлена некая, пусть административная, но ответственность. А второе, мне кажется, нужно все-таки не штрафами, а преференциями привлекать. Не знаю, какое-то налоговое облегчение людям предоставлять, возможно, повысить выплаты, которые происходят. Просто популяризировать это. Я как-то разговаривал с коллегами, спросил их, видели ли они вообще где-либо какую-либо социальную рекламу суда присяжных? На федеральных каналах, предположим, или где-то еще вообще нигде? Ну, были вот эти все часы судов или суды присяжных? Мне кажется, как раз это привело к тому, что присяжным, ну, вообще просто людям стало интересно ходить в суд. Интересно, да, эффект был от этого. От этого, да, есть некий эффект. Есть и обратный эффект, когда люди приходят в обычный суд, насмотревшись вот этих вот игровых судов и вообще не понимают, ну, по телевизору уже какой-то такой хороший, добрый судья, справедливый, разбирается, слушает. А когда приходят в обычный суд, то там другая история. И это очень многих людей поражает и потрясает. А с вашей точки зрения наступят в России те времена, когда не только уголовные дела, но и гражданские будут рассматривать в судах? Ну, например, дела о разделе имущества или дела, связанные с семейным правом, с элементами? Почему нет? Вполне возможно, что такое когда-либо случится и в нашем правосудии. По крайней мере, правосудие от этого только выиграет. Об этом говорят, об этом пишут, и даже уже есть проекты этого. Это вполне себе серьезная задача, которая, на мой взгляд, вполне достижима. А что же тогда останется судьям делать? Профессиональным судьям? У них останется огромный пласт работы. Во-первых, все-таки суд присяжных, несмотря на его расширение, он рассматривает вот в целом суммарно все-таки очень небольшой процент дел. Не будем забывать, что у нас огромное количество дел рассматривается уголовных, больше миллиона, и гражданских. Несколько миллионов каждый год. Суд присяжных никогда не охватит даже, не знаю, 5% этой суммы. Это всегда будет небольшой процент. Поэтому весь основной массив будет отдан профессиональным судям, и потом не будем забывать вообще-то про инстанции. У нас есть апелляция, касация, надзор. Это сугубо профессиональная деятельность. В общем, судьям есть чем заняться. Но лучше бы побольше было присяжных. По крайней мере, справедливости и настоящего правосудия было бы больше. Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет» о российских некоммерческих организациях. Их помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничей. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Первый Петрозаводский общественный приют – место на окраине города, где сотни выброшенных людьми или родившихся на улице животных нашли временное пристанище. Сегодня здесь около 160 собак и 80 кошек. Приют существует много лет благодаря волонтерам. Теперь они решили помогать еще и детям и запустили проект «Канистерапия». Вот этот проект «Канистерапия. Открытые сердца» – это расширение функций нашего приюта, который занялся социальной работой. То есть мы теперь можем честно сказать, что мы помогаем не только животным, помогаем и людям в том числе. Общение с животными имеет огромный спрос в нынешнем обществе, особенно среди детей. И особенно среди детей, которые имеют какие-то ограничения. Больных детей, детей инвалидов. И мы решили выйти со своими животными навстречу им. «А где вторая ручка? Не бойся! Радусник будем? Ну давай будем температуру мерить. Вот так, вот так». В зале «Канистерапии» собака Айра и пятилетняя Алина. Девочка и пес играют под контролем инструкторов. Совершая определенный порядок действий, Алина, пережившая инсульт, восстанавливается. Собака терпеливо участвует в процессе реабилитации. «Айра, кунэй! Алина, Алина получилась! Давай, давай, давай!» «Папа Алина, давай, моя принцесса!» «Давай, мама, смотри, Айра тебя ждет!» «Ну, где же наша Алина, говорит Айра?» «Вот и Алина!» «Вообще практически не давала даже ее трогать. Видимо, то, что после инсульта то ли боль была, она не может нам сказать, как и что, что у нее где болит. И стало больше, вот с собачком приходим и погладит, старается погладить этой ручкой собачку». Посетители центра – родители с детьми, имеющими особенности развития. От расстройств аутистического спектра до детского церебрального паралича. Для каждого ребенка своя схема лечения, но акцент всегда на взаимодействии с животным. Средняя продолжительность курса – 2-3 месяца. «Собака выступает как проводник между мной, как специалистом, и ребенком с особенностями взаимодействия. Например, дети с аутизмом, которые очень сложно идут на контакт. Собака помогает мне начать с ребенком взаимодействовать. Покормить собачку, поиграть собачкой, и вводить какие-то коррекционно развивающие элементы деятельности». Собаки в проекте особенные по темпераменту и воспитанию. Они не лают, не прыгают на людей и не реагируют на резкие движения и звуки. Их воспитывают специально для работы с особенными детьми. «Вот, например, вот там вот эта вот собака лежит, которая была очень неугомонная. Что интересно, в нашей команде можно увидеть такую шуструю собачку, казалось бы. Но есть такое большое преущество, она ориентирована на человека. И она очень счастлива от того, что у нее в жизни получилась работа». Проект «Канис-терапия» осуществляется при поддержке фонда президентских грантов. На его реализацию выделено 6 миллионов рублей. В основном эти деньги идут на расширение возможностей проекта и приюта. Только за прошлый год реабилитацию с помощью «Канис-терапии» в Петрозаводске прошли более 300 особых детей. «Канис-терапии» 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 «Канис-терапии»